Уважаемые телезрители, здравствуйте! В эфире Раменского телевидения программа «Наше образование». Сегодня у нас в гостях руководитель Раменского скаутского отряда «Молодость» Ирина Александровна Арон. Здравствуйте! И скаут, ученик 10 класса средней образовательной школы номер 21 Богдан Безумов. Здравствуйте, Богдан! Очень рада вас приветствовать. Большое спасибо, что нашли время, пришли в нашу студию. Знаю, что это было не так легко найти общее свободное время. Но рада вас приветствовать, что все-таки случилось это. Спасибо за приглашение. Повод у нас очень интересный. В этом году у Раменскому скаутскому отряду исполнилось 20 лет. Ирина, расскажи, с чего все начиналось? 20 лет вроде как и небольшой период, но уже говорит о том, что все-таки это уже какая-то такая стабильность и интерес, опять же, у ребят. Потому что если бы не было этого интереса, он бы давно уже этот коллектив распался. Да, значит, это все, что мы делаем, все-таки нужно. Отряд образовался 20 лет назад. Образовался, когда представители Комитета по делам молодежи во главе с Александром Николаевичем Ановым поехали по приглашению в скаутский лагерь посмотреть, как это бывает. И с того момента зародились первые люди отряда, которые объединились и решили назваться отрядом молодости, соответственно, потому что у нас есть Раум молодости. И вот как-то так повелось, что молодость и Раменская, оно где-то рядом. Теперь по России, кстати говоря, все время говорят молодость из Раменского приехала. Поэтому мы уже ассоциируемся с какими-то словами. Образовался отряд. Александр Николаевич Иванов руководил им. Было порядка 15 человек, которые активно участвовали в жизни Раменского района, участвовали в турслетах. Первые всякие скаутские традиции нашего отряда тоже появились с этими людьми. Какие-то, я не знаю, как правильно начинать вместе обедать. До первой звезды мы не едим. Надо дождаться, пока у каждого в тарелке будет еда, такая традиция. Традиция дарить на дни рождения отряда и на Новый год подарки, сделанные своими руками. То есть это традиция, которая зародилась в начале 2000-х. Я не знаю, как это пришло им в голову, но мы ее соблюдаем и продолжаем прививать новым ребятам. Элементы формы, например, сине-оранжевые цвета нашего галстука тоже была идея в начале 2000-х, когда отряд образовался, потому что какую-то хотелось преемственность от спасателей. То есть помогать, спасатели, сине-оранжевые, все рядом. Первая эмблема, которая зародилась, это лилия, скаутский символ, и мы туда добавили РР. Такой раменский рейнджер и немного из мультика, мультяшного. То есть это все-таки детская организация, хотелось какого-то своего. Какие-то летописи, которые велись по каждому походу. То есть все эти традиции, которые ребята начинали, мы аккуратно перенимаем, ведем дальше, очень чтим и уважаем на самом деле все то, что было создано. Я в отряд пришла в 2004 году, то есть через 4 года после основания отряда. Вот уже 16 лет я внутри. Но пришла ведь скаутом, это уже потом стала руководитель. Да, я пришла подростком обычным, я увидела объявление в газете, родник, о том, что мальчики и девочки, приходите, будет весело. Ну, мне тогда очень хотелось, чтобы было весело, и я пришла. И с того момента все завертелось, открылась какая-то совершенно другая жизнь, потому что я до этого, у меня была какая-то своя компания, мы, как обычно, там люди во дворах где-то тусили, и в какой-то момент я увидела, что можно жить по-другому. Ну, и у меня просто прошло, не могу сказать, что озарение, но это было суперздорово, потому что я реально посмотрела, какая бывает жизнь во дворе с компашкой, и как я могу среди сверстников и среди людей, которые старше, на одном уважительном уровне ходить в походы, заниматься какой-то деятельностью. То есть для меня это было просто открытие, и, конечно, меня затянуло. Вот интересно узнать у Богдана, а тебя что затянуло? Сколько лет ты в скаутском отряде? В скаутском отряде я уже 3 года. Я попал тоже по объявлению, но уже из соцсетей. Пришел на первый день, это был поход «Дикие тропы». Прошел испытания, прошли 10-километровую тропу, а под конец нам раздали листовки. Если вам понравилось, то можете прийти в отряд. Мне понравилось, я пришел. В конце концов, появились там друзья. Меня затянуло то, что я с самого детства хотел ходить в походы, увлекался этим самым. А что привлекало в этих походах? Чем тебе, что вызывало интерес в этом? Сама жизнь, полевая жизнь, палатки, костры, приготовление пищи. Не хватало дикости в обычной жизни. Ирина, вот ты упомянул, что все начиналось с 15 человек сегодня. Сколько ребят занимаются в скаутском отряде? Если учитывать только детей в возрасте от 8 до 16, потому что это основной возраст, который к нам ходит, то сейчас порядка 40 человек у нас стабильно занимаются. Если говорить конкретно про всех тех, кто считает себя отрядом, и в случае, как это было два года назад, когда была большая Георгиевская игра, я подала клич, то я могу сказать, что у нас порядка 100 человек, ребят, которых могут прийти и сказать, что да, давай мы сделаем это по-быстрому. Вот на примере Большой Георгиевской игры это был показатель. Когда мы организовали игру в Раменском районе, в ней участвовало порядка 200 человек, участников. Мы набирали их по социальным сетям. То есть это не ребята, которых заставили, это люди, которые видели объявление, пришли, и мы участвовали в таком ориентировании по городу. И ребята, которые из отряда пришли помогать, у нас было там 56 став участников, которые были судьями, они писали сценарий, они придумывали каждый этап, то есть они что-то покупали. Это было очень, не знаю, меня это мероприятие очень воодушевило, потому что иногда бывает, что заканчиваются силы, а когда руководишь отрядом на протяжении 10 лет, силы заканчиваются обязательно. И вот это вот событие, когда реально все пришли, помогли, это очень такая дружественная поддержка, она показала, что действительно отряд – это всё-таки семья, и сложный момент ребята поддерживают. Это было особенно. Действительно, видя интерес в других глазах, тем более ради кого ты работаешь, действительно это большого стоит. Всё-таки хочется понять, а где размещается такое количество людей, где у вас проходят занятия скаутов? Мы базируемся в молодежном центре «Будущее», который находится за линией улицы Зои Космодемьянской, 16. Мы занимаемся там обычно по субботам, но сейчас из-за коронавируса мы в принципе не занимаемся, занятия поставлены на паузу. И вообще мы в приоритете стараемся встречаться в лесах, на природе, то есть занятия в помещении сейчас совсем на минимуме. А так, да, нас приютил молодежный центр «Будущее», и, кстати говоря, приютил он в начале 2000-х, и мы с ними ровесники с молодежным центром, то есть на протяжении всей жизни мы занимаемся там. Поэтому центр растет вместе с нами, мы с ним. Если говорить о скаутском движении, то существует много мифов. Один из них, например, что скаутинг к нам пришел из Америки, хотя это на самом деле не так. Богдан. Вот, и я знаю, что у вас есть и другие мифы, которые вы готовы развеять. Может быть, давай, Богдан, сначала начнем с тебя. Ты нам развеешь миф про Америку. Скаутинг пришел из Англии, основал его Баден Паул. Ему хотелось создать отряд мальчиков и девочек, которые научатся ориентированию, разводить костры, самим приготовить еду, ну и так далее. Создавая отряд, создал огромную всеверную организацию. Но особо популярность, это, конечно, уже был особо популярный, скаутинг в Америке, и печеньки от Улыжа пошли. Но мы их не продаем. Да, но на самом деле, да, как сказал Богдан, скаутинг образовался в 1907 году, основал его английский разведчик. И он основал скаутинг, сам того не осознавая. То есть просто в какой-то момент он разработал ту методику, сначала эта методика была для военных, методика работы в малых группах, когда он понял, что командовать тысячной толпой это неудобно, и он придумал, что должна быть малая группа, у малой группы должен быть наставник. И эту методику он развивал, развивал, развивал своих подчиненных, и в какой-то момент дети начали играться по методике Баден Паула. И, ну, то есть я просто совсем недавно посмотрела очень интересную лекцию про то, как подается эта история. То есть кто-то знает, что это английский разведчик и делает акцент на этом. Кто-то знает, что это такой классный английский герой, который действительно участвовал в большом количестве, там, я не знаю, в нескольких войнах и в военных там всяких движениях. Я воспринимаю эту историю как человек, который создал молодежное движение, систему образования молодежи, воспитания, которая легла в основу всемирной организации скаутской и в России долгое время пионерской. Потому что из скаутской организации родилась пионерская, и когда сейчас нахваливают вот эту вот звеньевую работу, как они все вместе в диких условиях, в костры, вот эти добрые дела, это же все на самом деле пошло оттуда. И это очень здорово, что в России это был пионеринг, пионерия, а в других странах это продолжался скаутинг. Но в целом задача была одна, задача занять молодежь, задача показать ребятам, как дружить, задача объяснить ребятам, что надо уважать старших, надо добрые дела, делать дела, и что работать в команде это супер важно, это в жизни потом пригодится. Да, взаимопомощь. Поэтому да, история скаутинга, она такая, она сложная. Понятное дело, нам часто говорят, что назовитесь юнаты, почему вы не исследователи, или а что вы не пойдете в юнармию, разные цели и задачи. Нам очень нравится быть преемственной организацией, преемственным отрядом того скаутинга, который задумывался. Потому что мы стараемся дать ребятам вне политической истории вот эти навыки самообеспечения, чтобы человек не потерялся в городе, мы уже не говорим про потерялся в лесу, чтобы человек мог всегда свои качества проявлять, не боясь. В лесу, когда остаешься один на один на ночь, у тебя нет вариантов, как не проявить себя. Поэтому мы такую историю помним, знаем, и неважно, как люди думают, наша задача сделать так, чтобы они думали о нас хорошо, потому что смотрели на то, что мы делаем. Ну, еще один интересный факт. Все жители Раменского района, наверное, думали, что скаутинг в Раменском районе, если брать, он появился буквально вот 20 лет с вашим появлением. Но я знаю, что у тебя есть более интересные данные, более давние цифры. Вообще, если говорить о том, что всемирный скаутинг появился в 907 году, то скаутинг в России появился через два года, то есть в 909. Он появился в Санкт-Петербурге, но это было настолько интересно, настолько новое, настолько здорово, что это все очень быстро начало с Рафаном радио распространяться. И в Москве появились скаутские отряды. И, соответственно, когда появляются скаутские отряды, у нас есть каждое лето крупные мероприятия, которые мы проводим для того, чтобы со всех регионов ребята приехали, и мы провели одно общий мероприятие, это называется Джамбри. И это международное слово, оно означает «слет всех племен». То есть, если я приеду в Японию и скажу, я хочу на Джамбри, все поймут, о чем речь, все скауты скажут, мы знаем куда. Что касается скаутинга, про Раменска, если мы говорим, очень интересный факт о том, что брат Петра Ильича Чайковского, Ипполит Ильич Чайковский, он работал в Москве на Казанской железной дороге. И он имел отношение к скаутам Москвы, на тот момент там было объединение скаутов. И когда возник вопрос, где провести лагерь скаутов летом, там набралось 40 мальчиков, для которых, собственно, вот это вот то, что не хватало Богдана, вот этой дикости, полевые условия, спорт, жить в палатках, жить на природе, то он предложил Кратова. И первый слет вот такой скаутский, не первый, просто я имею в виду первый до Раменского, проходил в Кратово. Там было 40 человек скаутов, в том числе из Москвы и из Московской области. Они все приехали и провели замечательное время. Поэтому история скаутского движения, она очень интересная. И я думаю, что немногие даже кратовские жители об этом знают. Это очень интересный факт. На самом деле для меня было это открытие. Да, во-первых, связь Петра Ильича Чайковского и скаут, и все так завертелось очень здорово. Все-таки хочется обратиться к той самой дикости, которой так не хватает скаутов. Вот, Богдан, расскажи, пожалуйста, может быть, на примере какого-то похода, что больше тебе запоминается? В чем сложность этих походов? Как ты готовишься предварительно к этим походам? В этом году должен был быть джамбуре. Джамбуре в Карелии 2020. Естественно, мы перенесли. И к этому джамбуре мы пытались готовиться основательно. Во-первых, подготовка марша, то есть строевая подготовка. Дальше подготовка по таким позициям, как разжигание костра, разложение палатки, и вообще сбор личного снаряжения. Первая медицинская помощь – неотъемлемая часть подготовки. Мы все лето вместо джамбуре, добавлю тебе, прости, занимались подготовкой выносливости. Мы ходили в пешие походы, что тоже, кстати говоря, является подготовкой к джамбуре. Потому что... Расскажешь? Ну, потому что джамбуре делится на несколько частей. То есть водные походы, пешие походы, горные походы, ну и трудовая практика. И как раз мы готовились к пешим походам этим летом. Как, что включает в это подготовка? Мы по каждому направлению, есть какой-то порядок подготовки, потому что... Что вообще такое джамбуре? Куда приезжают ребята с разной подготовкой, с разного возраста, разных умений, разных сил. Для того, чтобы джамбуре прошло интересно, каждый год приходится придумывать какую-то новую программу. Вот в этом году, перенесется на следующий год, коронавирус нам не даст это не провести, мы выбрали 4 направления, про которые Богдан сказал. И по каждому направлению есть ряд заданий. Например, мы в том году ездили, когда готовится, готовить поляну в Карелии. Вот Богдан тоже ездил в числе организаторов. И для того, чтобы водный активитет заработал, мы разрабатывали видеоролики по спасению утопающих, по тому, как правильно держаться в Яле. Ял – это шестиместная лодка, которая под парусами, на веслах ходит, и там будет ралли на этих суднах. А мы... Что касается горной подготовки, это история работы с веревками, это альпинистское снаряжение. Для того, чтобы у нас на этих этапах были подготовлены люди, мы в том году выиграли грант на подготовку инструкторов детско-юношеского туризма. И все судьи, которые будут стоять на этих этапах, они прошли очень серьезную подготовку. Я ездила на Кавказ для того, чтобы получить книжку и защитить разряд по пешеходному туризму. Ребята ходили в наводные сплавы для того, чтобы проставить себе официальные документы и доказать, что мы судьи, не просто которых набрали, у нас есть определенный опыт. И ребята, кстати говоря, из нашего отряда, это удивительно, потому что никогда в жизни бы не подумала, что когда нам скажут выберите то направление, куда кто хочет пойти работать на джамборе, наши девочки, мои замечательные, стройные, 20-летние, вот такие тонюсенькие, сказали, мы хотим на альпинизм. И в том году, в феврале, в марте, когда была сильнейшая зима в Хибинах, в Мурманской области, они, и кто следит за нами в инстаграме, они выкладывали фотографии, как они с ледорубами, с кошками, вот это, Высоцкий и альпинистка, моя скалолазка, это наши раменские девчонки, которые пошли и получили значок «Альпинист России». Поэтому история скаутинга, она не говорит о том, что мы просто ходим в рубашках там и убираем мусор или что-нибудь еще. это огромные возможности по разным направлениям развиваться. То есть я бы никогда в жизни не подумала, что я буду ходить в пешие походы и настолько их полюблю. Когда мне было 14, я бы никогда не знала, что я когда-нибудь стану инструктором, который официально может водить другие группы. И эта возможность дал мне скаутинг. Девчонки мои, я тоже думаю, что никогда бы не думали об этом. Богдан никогда не думал, что ему пришлось бы сниматься в ролике по спасению утопающих и прыгать за борт, я не знаю, с корабля, ну, с спасательных жилеток, чтобы показать, как правильно расположиться, когда корабль тонет. Ну, то есть разные возможности и все это еще добавляется тем, что вот сейчас ты расскажешь про свой любимый лагерь в Эдмуртии, про то, что эта история межрегиональная. У нас есть возможность, вот, например, я сейчас ехала сюда и мы в чатике с руководителями отрядов России обсуждали, у кого какие сейчас дистанционные условия работы. То есть ты в режиме онлайн можешь общаться с Россией. То же самое у ребят, у каких ребят еще есть возможность приехать в лагерь и познакомиться. Я не знаю. Мы приехали в Эдмуртию, нас встретили с перепечами. Это национальные эдмуртские пирожки, которыми нас как бы встречали прям вот вечером вот так вот красиво. А когда мы ездили два года назад в Карелию, помнишь нам, что дарили ребята? Это калитки. У них своя народная история. Поэтому возможность общаться между регионами. Про Эдмуртию расскажешь? Я в Эдмуртию был точнее как штаб, но по рассказам людей из моего отряда, которые участвовали в этих соревнованиях, могу рассказать, что это была гонка патрулей. Наш отряд поделился на отдельный патруль и участвовал в этой гонке в течение шести дней. Там соревновались на байдарках, были даже работа МЧС, спасательные работы, помогали запающим, подавали сигналы СОС, было масштабное мероприятие, участвовало более 80 человек, участников, и столько же, по-моему, штаба. Суть в том, что это история, когда мы встречаемся и не просто на уровне между собой, кто друг друга знает, а когда ты смотришь, что ага, эти ребята из Перми круче меня в ориентировании, и мы ехали домой в поезде, и я помню, ребята такие, вот я не смогла сделать этот узел, завязать, но я его выучу. Это очень такая здоровая, прекрасная конкуренция, когда ты смотришь на других, в том плане, что ты понимаешь, что ты не один, у них другая форма, у них какие-то свои традиции, у них там другие песни они поют, они по-другому ставят там лагерь свой, и ты ходишь и думаешь, ничего себе, вот у них есть какие-то интересные вещи. То есть скаутинг, он многогранен еще тем, что можно всегда, каждый раз приезжать и знакомиться с кем-то. Не бывает ни одного мероприятия, чтобы мы приехали и всех знали. Всегда какие-то новые отряды, новые люди, новые города. В этом году мы познакомились с ребятами из Крыма, крымский отряд к нам присоединился, Якутия, я не знаю, там Бурятия, ну то есть ты каждый раз думаешь, боже мой, еще, давайте еще, какие еще есть города. Магдана, я знаю, что вот эти знания полученные, дикие, так называемые, помогли тебе стать победителем по ОБЖ. Расскажи немного об этом. Да, в детском классе я стал победителем регионального этапа по ОБЖ, мне отряд очень помог, потому что большая часть там было связано с туризмом, со спасательными работами, и как раз тоже, та же самая Удмуртия, я научила всему этому. То есть без отряда я вряд ли бы как раз получил вот этот титул. Вот это обучение, развести костер, ну понятно, что это в помещении сделать невозможно, то есть большинство знаний получается все-таки в полях. Да, 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 на практике. Мы, у нас есть, конечно, теоретическая часть и есть практическая, но практическая, она даже интереснее. У нас, несмотря на то, что мы довольно часто, когда ребята новенькие, мы встречаемся в клубе, у нас есть какие-то задания, там мы изучаем шифры, мы там стараемся сдавать какие-то зачеты, мы стараемся рассказывать там про первую помощь, обязательно в помещении. У нас Лена Лата из Раменского отделения спасателей, она приходит регулярно, нам обновляет, и мы каждый раз это напоминаем. И очень часто это пригождается, поэтому это очень полезно. То есть какую-то зону можно, но без того, чтобы применить, это бесполезно. То есть можно долго учиться плавать, но пока тебе не нальют воды. Поэтому да, каждый раз, когда мы приходим в лагерь, когда ребята, ну то есть можно научиться вязать узел, но когда ты на практике не поймешь, зачем он тебе нужен, это бесполезное умение. И так про всё. То есть можно в теории знать, как себя вести в лесу, когда ты потерялся, но ты никогда не можешь действительно понять, что делать, если ты не окажешься в такой ситуации. Когда мы сейчас ходим с ребятами в лес, мы всё время проговариваем, и всё время это просто постоянной нитью проходит, что ребята, мы с вами учимся делать шалаши и разжигать костёр, и быстро готовить, не для того, чтобы там, я не знаю, не для фотографий в Инстаграме, для того, чтобы не дай бог, что произойдёт, вы всегда могли понимать, что в первую очередь, потерявшись в лесу, ваша задача сделать так, чтобы вы не замёрзли и могли пережить ночь. Такие ситуации есть, люди до сих пор теряются, люди до сих пор оказываются в таких ситуациях. Но мы уже учимся ориентироваться по навигаторам в телефоне. Это если говорить, что раньше, когда я приходила в отряд, даже разговора об этом не было, были только компасы. То сейчас я понимаю, что важнее научить ребёнка пойти в лес с телефоном и взять с собой дополнительный аккумулятор, нежели я буду учить его ориентироваться по мху и по звёздам. Это тоже навык, который пригодится, но мы стараемся ориентироваться на настоящее. Ну, походу, это же ведь не единственная зона деятельности вот скаутского отряда, есть и социальная часть. Я помню, несколько лет назад, по-моему, мы встречались с тобой, и ты рассказывала о хосписах, посещении. Вот сейчас эта работа продолжается в отряде? Сейчас продолжается. Сейчас коронавирус, поэтому, в принципе, мы немножко затормозили эту историю, но, несмотря на это, после нашего прошлого разговора, все эти поездки продолжили свою регулярность. И продолжаются они следующим способом. Что-то мы давно не ездили, Ромашка, говорят мне ребята. И я такая, действительно, что-то мы давно не ездили. То есть, это инициатива их. Мне очень страшно было каждый раз брать новичков, каких-то маленьких ребят и так далее. Но все время договорившись с родителями, мы продолжаем ездить. Мы последний раз, вот когда еще до коронавируса мы успели, мы купили 8 килограмм абрикосов и с этой огромной коробкой мы приехали, блинов нажарили и ходили по палатам. То есть, ребята понимают, зачем это надо, и это важно. И мне второе нравится, что они сами это инициируют и до сих пор спрашивают. У нас добавилась новая программа социальная, которая последние два года, мы про нее не говорили. Мы, в принципе, начали взаимодействовать с разными благодарительными фондами. Подружились с фондом «Я есть». Это фонд поддержки детей с особенностями развития. И ребята нам предложили поучаствовать в программе «Удивительные родители». Это когда наш отряд приезжал в Тульскую область, в Поленово, в усадьбу. Там есть лагерь детский, куда, собственно, приезжают семьи с особенными ребятками. У кого-то ДЦП, у кого-то синдром Дауна, у кого-то там отсталость развития. И наши 20 бойцов, заряженных на энергию. И мы проводили выходные вместе. То есть, мы проводили для ребят мастер-классы, мы вязали им какие-то веревочные этапы, мы учились стрелять из лука, мы там учили их вязать узлы. То есть, это история про инклюзию. История, когда родитель, у которого всегда ребенок рядом, там, аутист, например, да, который просто беспрестанно кричит. Да, в пространстве еще не могут они как-то выбраться подальше. Да, для них вообще сложно, для них вообще барьер, что выйти на улицу, чтобы не тыкали пальцем. Для них барьер, они ходят в школу. И общение с обычными детьми ну, как бы не везде возможно. Сами родители об этом говорят. И наша задача была помочь и в принципе в фонде проработать эту историю, что мы приезжаем, родители идут там, я не знаю, печь что угодно, или вышивать, или у нас они ходили вязать там в отдельные помещения, а мы полностью занимаем детей. Сначала было сложно, было непонятно. Мы провели долгий разговор с ребятами, я им объяснила все. Мы проговорили, они задавали вопросы. Когда мы приехали, они сначала попытались так немножко со стороны посмотреть, а потом была просто самая красивая картина. Одна девочка у нас маленькая, она просто подошла за руку, вот так вот взяла парня-аутиста 18-летнюю, говорит, все, пойдем. И они ушли играть. И я тогда поняла, что все получилось. Все получилось, все хорошо. И как бы ребята сейчас скучают по Поленово, сейчас из-за карантина тоже там только семейные выезды. И по ребятам, потому что мы каждый раз приезжаем, это уже встречи такие долгожданные. У нас там вечером костер, где мы просто там вместе сидим. На следующий день мы ходим гулять, там высыпать поленом, какие-то листики. То есть, эта история то, чего нет у наших ребят. Потому что, давайте скажем объективно, у нас не такое количество инвалидов, которые постоянно включены в процесс общения с обычных детей. У нас в Раменском даже для инвалидов отдельная елка. Отдельная елка для инвалидов. Хотя, почему нельзя сделать ее вместе? Почему ребята не могут и другие, как, например, наши скауты увидят, что вот они, они существуют среди вас. Возьми его за руку и пойди с ним играть. Мы, например, с нашими инвалидами Раменскими в Центр Забот организовывали елку. И мы участвовали в этой елке как раз пару год назад, что-то, не помню. Но эта история, мне кажется, про инклюзию, она сейчас должна, наоборот, становиться активнее. То есть, мы должны говорить про это. Мы не должны отделять детская елка для инвалидов и не для инвалидов. Мне это очень поражает и мне это очень кажется странным. Мне кажется, мы, наоборот, должны говорить о том, что когда наши ребята научатся сосуществовать, у нас не будет таких проблем, что мы там, там, подростки избили аутиста. Или там, вот, мы хихикали над ребенком синдромом Дауна. Они прекрасные. И я думаю, ребята, которые в отряде, там, Богдан и остальные, они тоже так думают. То есть, у меня не возникает вопроса, ни одного случая такого не было, чтобы наши там как-то криво сказали. Был один показательный, когда на последний выезд приехал один ребенок, новенький у нас мальчик в отряд только пришел. И он начал что-то там пальцем показывать, либо там, ты там это. И я прям видела, как 12-летний у нас скаут, взял вот так вот за руку, его отвел в сторону, сказал, ты что? Ты вообще забыл, куда ты приехал? Мы не для этого здесь. И я прям, у меня вот так вот сжалось все. Я думаю, боже, как здорово, что не мне это надо говорить. Богдан, мне интересно твое впечатление. Наверняка приходилось побывать. Что-то в тебе изменилось после посещения. Изменилось полностью мнение. Изменилось полностью мнение. Раньше я как-то особо не обращал внимание на таких детей. Как-то их отделял от остальных. Сейчас я считаю, что они такие же, как мы, что их не надо жалеть. И с ними надо просто проводить время. они заслуживают того же самого, что мы. Что они могут учиться в обычной среднеобразовательной школе вместе со всеми. Им просто надо помогать или что-то объяснять. У них ничего такого серьезного нет. Такие же люди, как мы. Ирина, хочется узнать, каковы планы на будущее? Может быть, уже готовитесь к какому-то, даже несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, но может быть, на следующий год какие-то планы есть по походам или по каким-то заведениям, куда вы отправитесь и будете помогать? Мы очень надеемся, что все-таки нам позволят наши возможности куда-нибудь поехать, потому что у нас есть приглашение в Татарстан, у нас есть приглашение опять в Саратов, нас приглашают. То есть нас постоянно куда-то зовут. Все упирается, к сожалению, только сейчас в закрытые режимы и в том, что это все-таки небезопасно. Мы очень надеемся, что летом состоится Джамбри, куда уже заявлено порядка двух тысяч человек со всей России и Европы. Мы очень надеемся, потому что мы очень сильно готовимся. Я являюсь одним из организаторов и это самое важное мероприятие такое за четыре года. То есть Джамбри бывает раз в четыре года. Поэтому мы все его очень ждем. Мы ждем встречи с нашими друзьями. Я в 2016 году была на Джамбри в Бородино, на Бородинском поле. Я, кажется, про это рассказывала, но повторюсь. Это было невероятное событие на исторической земле, когда приехало со всей страны делегации огромное количество, когда приехали европейцы, когда мы участвовали в параде на конях и открытие наше проходило так, что координатор нашей организации, самый главный президент, он вышел на коне к нам. То есть это было просто супер, это было такое шествие. И те впечатления, которые остались после проведения, я ребятам на протяжении всего времени говорю, Господи, как здорово, что у нас есть такая возможность. Не каждый год собираться, это финансово невозможно, к сожалению, и тяжело проводить это все. но мы собираемся и ты видишь вообще какая огромная страна, каждый регион представляет свой регион и мы все-таки все под единым движением приходим, нам всем есть о чем поделиться, мы все друг друга понимаем, мы говорим на одном языке. То есть когда там мы друг друга лесными именами называем, это не вызывает какой-то хихи, такой как в Раменском, это вызывает типа ух ты, круто. Поэтому это одно из самых долгожданных будет событий, я очень надеюсь, что я его не перенесу. Ну и соответственно у нас все стабильно, наша задача, одна из основных задач мы занимаемся воспитанием, патриотическим воспитанием. Слово патриот для нас, оно несмотря на то, что мы называемся английским словом, как и футбол, баскетбол, телевидение и многие другие вещи, мы хотим вырастить достойных граждан своей страны, мы хотим вырастить друзей, за которых нам не будет стыдно, мы захотим вырастить ребят, которых мы будем смотреть и говорить это наш, да, Богдан? Когда? Я думаю, многим зрителям сейчас будет интересно узнать информацию, что нужно для того, чтобы стать скаутом, куда обратиться, наверняка кто-то все-таки захочет стать частью вашего отряда. У нас есть группа ВКонтакте, она называется Раменский скаутский отряд молодости, там очень четко все написано, что нужно для того, чтобы стать. На самом деле, ничего не нужно, если очень хочется, можно изучить, что мы делаем, понять, насколько это близко вам и уже присоединяться, там вся информация есть. Мы занимаемся только по выходным, мы занимаемся абсолютно бесплатно, мы старшие руководители не получают никаких зарплат, то есть это все такая добровольческая инициатива, вот, поэтому welcome. Спасибо большое, я рада была вас видеть, еще раз поздравляем вас с 20-летним юбилеем, и еще, как говорится, много-много-много таких и десятилетий, много интересных мест вам еще в дальнейшем посетить. Спасибо большое. Спасибо большое, Богдан, спасибо большое, Ирина. Уважаемые телезрители, благодарим вас за внимание, до новых встреч на Равенском телевидении. Редактор субтитров А.Семкин